Всех поздравляю с нашим московским праздником, с собором всех святых, земли московской, земли вашей. Мы с вами помним, как перед тем, как Господь положил Себе на сердце истребить Садом и Гаморру, но в виде трех ангелов он явился Авраамом. Ему было это открыто. И тогда Авраам стал попрошать Господа. Господа, разве ты погубишь город, если в нем найдется 50 праведников? Нет, не погубя. Ну вот может случиться так, что в нем найдется только 45 праведников. Неужели ты погубишь? Нет. И так он снижал до истины. И Господь Аврааму ответил, что если и 10 праведников он найдет, то он города не будет. Дальше Авраам не терзал и не сомнили спрашивать Господа. Но вот в народе укоренилось сомнили такое мнение, что село стоит по молитвам трех парков. И вот наш стольный град Москва сомни стоит прежде всего по молитвам заступничества всех святых в земле Московской посеяв. Мы с вами помним, что во времена Иоанна Грозного, когда полки орды крымчаков подходили к Москве, одному Еродиму было их видение о том, что из московского Кремля выходят святители Петр, Алексий и Иоанна и выносит с собой из Кремля Владимирскую икону. И он понял, что они хотят отступиться от этого города, которому Господь посылает кару за грехи его жителей. И он замолился святителям. Его просьба была услышана. Они развернулись и стали молить Иисусу Городицу Господа, чтобы Господь сменил Свои гнев на мир. Иисусу мы, конечно, дорогие, должны особо почитать всех тех святых, семьи, которые жили, прославились в нашем городе и по молитвам которых, и семьи которых и Престолом Божиим молятся о нашем с вами спасении. Молятся о том, чтобы Господь оградил нас от своего праведного крещения. Сон этих святых в Москве неожиданно. И, конечно, возглавляет его святитель Петр, митрополит Московский. Тот, который благословил тогда еще всего лишь княжича, наследника Московского престола. Потому что брат его, сам и старший, был бестерпен. Известного как, в последующем, как место чтимой святой московской земли благоверный князь Иван Калита. Он благословил его строить в Москве каменный собор Успения Пресвятой Богородицы. И святитель Петр предрек, что если построишь каменный собор Успения Пресвятой Богородицы, то Москва, в то время это был маленький городок, который по существу только-только заявил о себе. В это время им правил всего лишь только второй московский князь в первом доме. Хозяин Москвы, многоверный князь Станил Московский, который своей правильностью сумел и расширить это княжество. Вторым был его старший сын Юрий Московский. Третий, третий, Иван Калита. Вот он благословил этот град, святитель Петр. И предрек ему, что он станет во главу всех русских народов. Во главу всей земли Московской. И мы видим исполнение этого параметра. Сколько семьи святых было в земле Московской? Никто сосчитать не может. В соборах московских святых, который был утвержден еще до прославления новомучеников и исповедников российских, насчитывает множество евреев. Но сколько здесь было прославлено новомучеников и исповедников церкви русских, которые, несомненно, тоже молятся о спасении нашего брата. Семьи в связи, вероятно, в составе собора московских святых, есть святые, которые вроде бы... Какие же они московские? Например, святитель Геннадий Новгородский. Ведь он был в Москве настоятелем Чудового Монстрия. Перед тем, как возглавил новгородскую капиталь. И многие другие святые, вот вроде бы, вот так незаметно мимолетно, но тем не менее, тоже были на русской семье. Вот если рассматривать весь собор новомучеников и исповедников церкви русских, то вроде бы священномученик Владимир, митрополит Киевский, первый из архиереев, кто принял мученическую кончину. Какое он в Москве имеет отношение? Но ведь он же почти 14 лет возглавлял московскую капиталь. Был митрополитом московским. Так что, хотя в последний период своей жизни он был связан с Киевом, где и принял мученическую кончину. Как он может не входить во всеми в собор, новомучеников и исповедников русских? А сколько новомучеников и исповедников во всеми прошли, во всеми хотят, жили, служили и даже мученическую кончину и все приняли вдали от Москвы? Но сколько из них прошли через московские тюрьмы? И поэтому этот собор исчислить невозможно. Я думаю, что это самый большой, по совокупности, собор, какой бы то ни было земли. Ну, если не брать всю церковь русскую. Потому что только сам собор бутовских святых, бутовских новомучеников, он слышит усов 50 человек. И, конечно, все они связаны с мыслью. И, конечно, очень бы хотелось так, чтобы и служба собору во всеми всех святых, в нашей земле просияв, она была в ближайшее время, была воссоставлена и утверждена. Так что мы в этот праздник, который празднуется сомнев первое воскресенье сентября, воскресенье перед празднованием главной святыни города Владимирской иконы Божией Матери, чтобы мы за богослужением могли бы не только самовиспеть, прочитать тропарь и контакт нашим небесным заступам, а чтобы и служба была вся и посвящена им. Аминь. Храни вас всех, Господи! Спасибо, Господи!